К нашему эфиру присоединяется эксперт-международник Евгений Добряк. Евгений, рады приветствовать. Приветствую. Добрый день. Евгений, в свете последних событий, как вы считаете, каким образом могут развиваться события, связанные напрямую с Венгрией в Европейском Союзе, а точнее в Совете ЕС? Ну, мы видим сегодня, что Европа постепенно начинает отходить от своего либерализма. Она видит, какие угрозы и вызовы сегодня для Европейского континента есть и для Европейского Союза непосредственно. И, естественно, Венгрия, которая дестабилизирует ситуацию в Европе, которая действительно препятствует развитию ценностей и тех условий, на которых создавался Европейский Союз, то есть нарушает все основополагающие нормативы. Я вижу, что тенденция идет к тому, что действительно постепенно сейчас будет приниматься решение для того, чтобы этого шантажа не существовало более, принятие решения о запуске седьмой статьи договора о Европейском Союзе и решение права голоса Венгрии в Евросовете. Это очень действенный механизм, очень действенная мера, которая вынужденная, конечно же, крайняя мера, но во всяком случае она сможет предотвратить вот эти негативные тенденции, с которыми сегодня столкнулся Европейский Союз. И слава Богу, для принятия в действие этой статьи седьмой договора о Европейском Союзе не надо вот это вот консенсусное голосование всех стран Европейского Союза. Оно принимается немножко по другой процедуре, потому что в Европейском Союзе существует только группа вопросов, которые касаются консенсусного принятия решения. Это вопросы обороны, международной политики, налогов, совместного действия правоохранительных и судебных органов. Все остальное принимается большинством определенным, который определенный прописан в Европейском Союзе, либо там определенными механизмами. Поэтому я думаю, что Европейский Союз действительно должен принять это решение, на какое-то определенное время решить право голоса Венгрии в Евросовете, а затем они могут отменить это же решение в рамках того же Европейского Союза, если Венгрия будет выполнять все нормы и требования основных ценностей и стратегических задач Европейского Союза. С одной стороны, мы говорим о том, что может быть лишена права голоса Венгрии, а с другой стороны, уже через полгода по плану именно Венгрия должна возглавить Совет Европейского Союза. И многие эксперты называют это ни много ни мало угрозой европейской демократии. Как вы думаете, тем более в связи с процессами, которые сейчас происходят, которые мы обсуждаем, сохранит ли Венгрия шанс на то, чтобы председательствовать в Евросоюзе или нет? Я думаю, что председательствовать всех беспокоит вопрос о том, что Орбан может возглавить весь этот процесс в связи с тем, что Шар Мишель уходит на выборы в Европейский парламент. Однако этот вопрос, я думаю, будет урегулирован и решен. И проблем с тем, кто будет возглавлять Европейские комиссии и вообще руководящие структуры в Европейском Союзе, я думаю, здесь проблем не будет. Ну, посмотрим, как сейчас будут развиваться события, вот в следствии всех тех вопросов, которые есть. Но так как Венгрия на сегодняшний день играет очень серьезную дестабилизирующую роль в Европейском Союзе, по многим вопросам. Не только вопросам ценностей европейских и судебной системы, и антикоррупционной системы и так далее, но и, естественно, тем вопросам, которые напрямую касаются национальной безопасности, то есть европейской безопасности, национальной безопасности членов стран Европейского Союза. Я думаю, сейчас мы понаблюдаем, как этот вопрос будет проходить в Евросоюзе. А вы к какому мнению склоняетесь? Вот это деструктивное поведение Орбана в Европейском Доме, это его личная инициатива, обоснованная тем, что он постоянно говорит интересами венгров, или все-таки договорился с Путиным? Нет, здесь два момента. С одного, один вопрос, это элементарный обычный базар, где он торгуется за те интересы, которые ему нужны, за замороженные средства в Брюсселе и так далее. А с другой стороны, это прямой сателлит Российской Федерации в Европейском Союзе, связанный очень четко политическими, экономическими и другими бизнес-интересами с Российской Федерацией. И не только, кстати, с Российской Федерацией, а сегодня мы видим тенденцию очень такую грозную, о которой говорят в Европейском Союзе, о его тесных сотрудничестве с Китаем, где вот фактически на границе с Сербией должен строиться завод по производству электромобилей китайских, то есть что противоречит интересам Европейского Союза и их экономической и стратегической концепции. Поэтому здесь, здесь в основном это зависимость Орбана, политическая и экономическая бизнес-зависимость от Российской Федерации. Уже прозвучал китайская автомобильная промышленность, поэтому предлагаем перейти и к китайской теме, она очень важна, не менее важна, чем тема Венгрии. В частности, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил о том, что сейчас украинская сторона пытается договориться с китайской стороной о телефонном разговоре между лидерами стран, между Владимиром Зеленским и Син Цзиньпином. Скажите, пожалуйста, на данном этапе, как бы вы охарактеризовали отношения между двумя странами? Вы знаете, это очень непростой вопрос. И мы должны констатировать объективную ситуацию, которая сегодня есть в этом вопросе. Первое. Нужны ли нам контакты с Китаем на сегодняшний день? Стратегически нужны, действительно, потому что Китай имеет огромное влияние на государство так называемого глобального юга. И его позиция Китая в отношении украинской формулы мира и вообще в отношении войны России против Украины играет большое значение. Давайте будем объективны и будем смотреть реально. Китай принял полностью сегодня сторону Российской Федерации. Фактически в экономическом и политическом аспекте Китай стоит на стороне России. Слава Богу, не в военно-техническом аспекте, но в политическом и экономическом. Фактически Российская Федерация выживает за счет Китая. За счет экономических взаимодействий, финансовых и так далее. То есть на сегодняшний день даже есть информация, что Россия вышла на первое место по экспорту нефти, опередив Саудовскую Аравию и Ирак. То есть по экспорту нефти в Китай. Естественно, Китайская Народная Республика, понимая, как удав, что она захватила основных своих сателлитов и вассалов, таких как Россия, Северная Корея, Иран, Сирия, где они выполняют фактически те действия и те функции, которые выгодны Пекину на глобальной мировой арене. И мы должны понимать, что Китай будет до тех пор поддерживать Российскую Федерацию и быть на стороне Российской Федерации, пока их интересы совпадают. Дальше Китай будет предпринимать более жестко мягкие дипломатические экономические меры по удушению Российской Федерации, но это будет позже. Мы должны действительно все прилагать усилия для сближения украинской дипломатии, украинского высшего политического руководства с Китаем, для того, чтобы мы все-таки заручились поддержкой глобального юга в реализации формулы мира, которую представил президент Украины. Это играет огромное значение, но это очень непростой вопрос. Мы должны понимать и на стратегическую перспективу, что мы будем пересекаться с Китаем, вот закончится война, мы возобновим свою территориальную целостность и суверенитет, мы будем пересекаться с Китаем по очень многим вопросам. Поэтому мы должны очень серьезно отнестись к воспитанию нашей школы китаеведов-синологов, потому что у нас фактически специалистов очень мало по этому государству. Китай является однопартийной, автократической, закрытой системой, в которой очень сложная философия и идеология взаимоотношений, основанная на принципах маоизма, национал-коммунизма, экономического социализма, о очень сложной формуле системы «одна страна, две системы» и так далее, с элементами конфуцианства. В этом надо разбираться, это надо понимать, это надо знать для достижения каких-то консенсусных близких вопросов с Китаем. Мы должны понимать еще, мы должны заинтересовать Пекин в определенных моментах, где Китай увидит интерес в Украине. Мы должны использовать те моменты, которые, конечно же, не будут пересекаться с нашими главными западными партнерами, но которые будут интересны Китаем. Это и логистические пути, которые могут пройти через Украину, Европу, так называемой системе «один пояс, один путь», через Черное море, а потом через Украину. Мы должны подумать о вопросах взаимодействия в продовольственной безопасности, где Китай, кстати говоря, большое количество продовольствия импортирует из Украины, как ни странно, кукуруза и другие виды аграрной продукции. Возможно, какие-то технологические совместные проекты, которые не будут пересекаться с нашими западными партнерами и так далее. То есть надо искать точки соприкосновения, которые будут выгодны и для Китая, и для Украины. Тем самым заручиться поддержкой Китая для реализации формулы мира украинской и возможного участия Китая в глобальном саммите, который будет касаться мира в Украине. Но это очень непростая задача. Это очень серьезный вопрос, с которым надо работать каждый день нашему высшему политическому руководству, нашим дипломатам, нашему посольству в Пекине и так далее. Очень непростой момент. Но я надеюсь, что все-таки мы выйдем на какие-то конструктивные вопросы, связанные в диалоге с Пекином, которые принесут нам и ускорят приход мира и восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины. — Хотелось бы надеяться на это улучшение отношений. Надеемся, так и будет. Тем не менее, пока сейчас Китай помогает России, поддерживает Россию. Также в список этих стран, которые поддерживают Россию, входит Иран, Северная Корея. И вот эти четыре называют уже наблюдатели такой осью зла, которая формируется, а возможно уже и сформировалась в современной международной политике. Вы как считаете, эта ось насколько монолитна и насколько большую она представляет угрозу для цивилизованного мира? — Да, это очень большая проблема. Мы должны это констатировать. Вот эти все государства, которые вы назвали, сателлиты и вассалы Китая, они на сегодняшний день проводят очень опасную дестабилизирующую политику в мире, формируют зоны нестабильности и горячих конфликтов. Вот посмотрите, да, Россия произвела полномасштабную агрессию против Украины в 2020 году. Дальнейший этап развития и переход географии на Ближний Восток, и мы видим достаточно серьезную, очень серьезную ситуацию в Израиле и вообще в регионе Ближнего и Среднего Востока. Продолжение дальше этой же системы через Иран и через свои прокси-группы, фактически блокирование логистических путей Красного моря, Бадальмандавского пролива и Аденского залива, 15% всей логистики мировой транзита товаров, которые там проходят, а это прокси Ирана, а Иран — это сателлит Китая, мы же видим эту ситуацию. Дальше география расширяется, Восточную Азию, Корейский полуостров, постоянное нагнетение ситуации и выступления Северной Кореи против Южной Кореи, Японии и США, и угроза ядерного оружия. Сама зона нестабильности непосредственно в Юго-Восточной Азии мы видим прекрасно, да, хотя я сомневаюсь, что там в ближайшее время могут возникнуть конфликты там в Южно-Китайском море, в Тайваньском проливе или на Тайване, но эта угроза и напряженность все равно остается. И то есть вот эти действительно государства, о которых мы говорим, они держат напряжение и весь мир, создают зоны нестабильности и хаоса, и это ведет к очень достаточно большим и серьезным последствиям. Но здесь есть один момент. Как только в Украине Украина восстановит свой суверенитет, территориальную целостность, получит гарантии безопасности от западных государств и нечленства в НАТО, тогда это станет остановкой вот тех хаотических процессов распространения хаоса, которые делают сателлиты и вассалы Китая в мире. И это действительно факт. Поэтому война в Украине это вопрос номер один в мире. Она будет закончена победой цивилизованного мира и Украины. Мы остановим распространение вот таких вот хаотичных ситуаций, которые идут через сателлитов Китайской Народной Республики. Ну эта борьба, она ведется не только военными методами. Есть еще и финансовые методы, есть еще и дипломатические методы. На финансовых методах хотелось бы сейчас сделать акцент, если позволите. Как вы считаете, какова вероятность того, что те санкционные режимы, те санкции, те ограничения, которые были введены в отношения Российской Федерации из-за ее войны, развязанной против Украины и вообще агрессивной политики в отношении многих других государств, насколько они могут быть эффективными или насколько их эффективность может быть повышена в ближайшее время за счет контроля за соблюдением вот тех самых санкций? Это самое основное, что вы сказали. Контроль за соблюдением санкций и наказание за те моменты, которые дают обходить санкции. Но мы сейчас видим, обратите внимание, вот финансовую сферу вы взяли, да, санкции, которые сейчас, например, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Китай тот же, они начали ограничивать финансовые операции с российскими банками, которые, банки которых сотрудничали с этими государствами, через то, что Запад начал ужесточать вот эту вот ситуацию, и это начинает работать. То же самое на нефтяном рынке надо проводить, то же самое надо проводить по поводу критического импорта и товаров двойного назначения. То есть усиление ответственности и усиление вторичных санкций против тех государств и компаний, которые позволяют обходить санкции Российской Федерации. Тогда будет эффективность, которая ускорит процесс того, что Россия будет уменьшать свою активность в военном плане. То есть это для нас самый главный момент. Но это зависит в первую очередь от главных западных игроков, как они будут это действовать. Соединенные Штаты, Европейский Союз, Великобритания и другие государства. В скором времени у нас будет возможность убедиться, посмотреть, что они думают. В феврале обещают принятие 13-го санкционного пакета против России. В нем в том числе обещают усиление вторичных санкций. Спасибо, что вы об этом напомнили. Евгений Добряк, эксперт-международник, с нами был на связи. Спасибо большое. Это и другие видео вы можете посмотреть в удобное время на нашем YouTube-канале Freedom. Подпишитесь. У нас только самые авторитетные эксперты. Вся правда о войне России против Украины. Поверьте, этого никогда не покажут федеральные телеканалы.